Друзья, всем привет! С вами Юля. 17 мая на YouTube у меня был прямой эфир, где мы вместе с вами распаковывали посылку с тайскими санцевиериями. Кстати, вот эта голландская санцевиерия приехала в той же посылке, и, как вы видите, чувствует она себя прекрасно. В прямом эфире я вам обещала, что обязательно в Телеграме опубликую фотографии, которые присылал продавец, и как выглядят санцевиерии на тот момент. Но, знаете, у меня не было желания заниматься этим, потому что было очень много обработок, и спустя 2,5 месяца я хочу показать, как сейчас выглядят санцевиерии, рассказать, что мне пришлось с ними пройти. Вот, и в Телеграме я уже, скорее всего, опубликовала фото, которые были получены от продавца, фотографии, в каком состоянии я получила растения, и как они чувствуют себя на данный момент. Кстати, в Телеграме я обязательно напишу цены, так что, если интересно, заходите и смотрите. Здесь я цены озвучивать не буду, название буду писать сверху, если что-то помню, буду говорить, но сразу скажу, пожалуйста, не ругайте меня за произношение, потому что перед камерой мы обычно волнуемся и можем сказать вообще что-то не то. Так что, давайте приступать к обзору, и вот голландская санцевиерия выглядит вот так, я вам ее уже, можно сказать, показала, и давайте следующую посмотрим, вот эту санцевиерию, ее название Хималаян выглядит вот так, фото от продавца выглядит вот так. Смотрите, она еще не до конца расправилась, и, если честно, у нее какой-то такой достаточно бледный цвет, ну, по крайней мере, сейчас, на данный момент, скорее всего, это из-за того, что ей не хватает освещения, они у меня сейчас проживают на кухне, так сказать, на карантине, потому что я их очень сильно травила, вот, от красного клеща, и, в целом, вот, нижние листики уже более-менее очнулись, потому что она тоже ко мне приехала в достаточно сморщенном состоянии, вот, если вдруг не смотрели эфир, кстати, оставлю ссылку на эфир в описании, проходите и можете посмотреть, если вам интересно, в каком состоянии они приехали, ну, скажу, ей стало лучше, если я фокус, фокус вообще берет, видно? Вот такая сансочка, ну, пока полет нормальный. Друзья, не могу с вами не поделиться, я уже отсняла все видео, стала поливать сансевиерии и расставлять их по местам, и смотрите, что я обнаружила. Эта сансевиерия растит сразу двух деток, скорее всего, поэтому она такая сморщенная, все силы отдает детям, сразу такая многодетная мать, а я показываю вам ее, рассказываю, а сама не замечаю вот такую красоту. Так что это еще один плюсик в копилку положительных моментов от этой закупки, заинтриговала, смотрите дальше. Следующая сансевиерия, это сансевиерия супер саян, выглядит вот так, хотя на фото продавца выглядело вот так, еще вставлю несколько фотографий обязательно, тоже это были фото от продавца, и вроде бы как я покупала именно это растение, вот, но по факту выглядит оно сейчас вот так. Ну, что-то как-то я, если честно, не особо вижу сходства, не знаю, может быть, она еще не раскрылась, но, как мне казалось по фото, там листики как-то короче, вот, и толще, а здесь они длиннее и уже. Ну, либо это тайц что-то там напутал, либо именно перекупщик что-то не то мне прислал, но в целом она подрасправилась, потому что переехала она ко мне с полностью свернутыми листьями. Мне даже показалось, что это какая-то цилиндрика, но нет, вот она, видите, раскрыла листики и выглядит вот так. Кстати, вот именно это растение у меня покупалось с картинки, вот это растение покупалось в количестве, там, по-моему, 20 или 17 штук, и не факт, что мне досталось именно с фотографии, но сама суть заявленного ясна будет. Следующее растение выглядит вот так, это вообще, если честно, боль, печаль, потому что на фото от продавца она выглядела вот так. Приехала ко мне она в неплохом состоянии, но когда я стала осматривать, обрабатывать, я сняла несколько нижних чешуек, и выяснилось, что тут прям вот жестко орудовал красный клей, я ее замачивала, обрабатывала, я даже сбилась со счета сколько раз, я сняла много нижних листьев, потому что все было поражено, и вот здесь вот сейчас она вроде приостановила свое помирание, ну, точнее, клеща я тут больше не вижу, и видите, у нее такая слабая ножка, не знаю, фокусируется, нет, и вот в таком состоянии она у меня находится уже два с половиной месяца, и на самом деле цилиндрики, они очень такие живучие, они очень долго могут вот в таком состоянии находиться, то есть, видите, она еще достаточно бодра, только вот чуть-чуть листья стала отсушивать, но это для того, чтобы питать вот эти, но при этом она вот, видите, не знаю, сфокусирует, нет, нарастила корешочки. Спасибо тебе, холодильник, за то, что включился в ненужный момент, блин. Выключила источник шума и вернулась к вам. Вообще, у нас холодильник достаточно тихо работает, но почему-то, когда записывается видео, улавливается каждый шорох, и он прям гудит, как, я не знаю, как истребитель, вот, поэтому извиняюсь. Так, смотрите, корешочки у нас здесь просыпаются, в скором времени я хочу ее еще раз обработать и уже посадить. Посадить на наращивание, выживет, выживет, не выживет, но, к сожалению, такова ее судьба. Вот такая санса, конечно, была классная, красивая, обидно, досадно, но, к сожалению, так бывает, от этого никто не застрахован. И следующая сансеверия это айсман. Вот такая толстушечка, классная, красивая такая. Она сейчас сморщилась, хотя приезжала ко мне в достаточно таком нормальном тургере, то есть листики были невялые, но так как она решила меня обрадовать детками, сразу двумя, вот, раз, и вот с другой стороны, два. Походу, она из-за этого сморщилась и наращивает сейчас детей. Я с нее тоже снимала нижние листья, осматривала через микроскоп, и у нее как бы все нормально, то есть нет никакого клеща, так что не все растения были заражены. Но обработки я, естественно, проводила всем, прям вот все растения, которые приехали в этой посылке, обрабатывались у меня одинаково разными препаратами. Вот, это растение у продавца выглядело вот так. К сожалению, у меня только одна фотка нашлась, и я покупала не растения с фото, а их было представлено именно два образца, ну, то есть одно было сфотканно, а второе, типа, такое же лежало. Но в целом здесь у меня нет никаких претензий, все доехало отлично, вот, и, видите, уже дало свои плоды. Вот, ну, пока детки такие какие-то, вот, видно, да, зелененькие, вот, надеюсь, они будут такие же, как материнское растение, оно такого прикольного цвета, вот, вот такая красота. Следующая, сенсиверия, катана. На фото продавца было представлено много розеток, и, если честно, я даже не знаю, какая из них мне досталась. Мы выбирали из тех, которые были не зачеркнуты, вот, ну, и в целом не было прям такого выбора, что мне вот эту там третью с первого ряда или вторую там со второго ряда. Вот, кому какая досталась, тому такая досталась. Вот, выглядит она вот так. Так, приехала ко мне она очень сморщенная, но, знаете, в какой-то момент она расправила нижние листья, и я поняла, что у нее появились корни, но недавно я заметила, что она снова их поскладывала. Возможно, ей не хватает влаги, я их не сильно поливаю, боюсь залить. Я думала, что корней у них мало. Сейчас попробую поливать немножечко почаще или побольше, вот, и посмотрю, как она себя будет чувствовать. Вот, выглядит она вот так, конечно, вся покоцанная, вот здесь вот. Ну, надеюсь, она надает мне красивых деток, и я выращу свой экземплярчик. Вот так выглядят санциери спустя два с половиной месяца после получения. Да, есть потери, и это, я считаю, потерей. Есть вопросы, допустим, к этому растению. Есть очень приятные моменты в виде двух деток. И в целом, в целом я довольна. Вот, ну, не могу сказать, что я бы советовала всем заказывать. Это всё-таки дело каждого. Есть риски, определённые риски. Возможно, кто-то из этих растений, может быть, погибнет через время, потому что с прошлого года у меня были выпады. Вот, хотя это произошло не сразу, уже через время. И в целом, ну, растеневодство – это такое хобби, которое ни от чего не застраховано. Растение может красиво расти, пышать здоровьем, а потом взять и погибнуть. Либо от нашего суперухода, в кавычках, ну, либо от вредителей. Надеюсь, моё видео было вам интересно. Заходите в Телеграм, смотрите, как выглядели растения, динамику. Желаю вам всего доброго и до встречи в новых видео.